Весы находятся в равновесии. С левой стороны на весах лежат 3 груши и 1 яблоко. С правой – гиря 20 граммов, 2 груши и 2 яблока. Определите массу одного яблока, если известно, что все фрукты вместе весят 740 граммов. Решение. Весы находятся в равновесии, то есть мы можем составить равенство. Справа и слева вычеркнем одинаковые компоненты, так как их масса одинакова. Получим, что масса груши равна массе яблока еще 20 граммам. Так как масса всех фруктов 740 граммов, составим равенство, в котором сложим массы всех фруктов. Груш у нас всего 5 штук, а яблок 3. Заменим грушу на полученное ранее выражение. Раскроем скобки. Приведем подобные слагаемые и решим уравнение. Получим, что яблоко весит 80 граммов. Запишем ответ. Следующая задача. 5 сомов весят на 10 килограммов больше 8 налимов, но при этом 5 сомов весят на 20 килограммов меньше 10 налимов. Сколько весит 1 сом и 1 налим? Запишем условие задачи в виде двух равенств. Выразим массу 5 сомов из первого и второго равенства. Приравняем правые части. Приведем подобные слагаемые и найдем массу одного налима. Она равна 15 килограммам. Подставим это значение в любое из верхних равенств. Решим полученное уравнение и найдем массу сома. Запишем ответ. Масса налима 15 килограммов, масса сома 26 килограммов. Теперь рассмотрим интересную задачу на проценты. Дыня весила 15 килограммов. В ней содержалось 90% воды. Через несколько дней она усохла. И содержание воды снизилось до 86%. Сколько теперь весит дыня? Решение. Если первоначально в дыне содержалось 90% воды, значит, сухого вещества было 10%. Найдем, сколько это в килограммах. Когда дыня усохла, из нее испарилась только вода. Масса сухого вещества осталась неизменной. Но его процент от общей массы изменился. Вычислим его. Мы получили 16%. То есть, полтора килограмма – это теперь 16% от новой массы дыни. Найдем массу дыни после усушки. Еще один пример логической задачи на проценты. Бегемотик за весну похудел на 30%. Потом поправился за лето на 20%. За осень опять похудел на 20%. И за зиму его вес увеличился на 30%. Похудел или поправился бегемотик за год? Насколько процентов изменился его вес? Решение. Поскольку нет информации об изменениях веса бегемотика в килограммах, а речь идет только о процентах, то первоначальный вес бегемотика можно принять за любое удобное для вычислений количество килограммов. Пусть первоначальный вес бегемотика – 100 килограммов. Найдем, как изменился его вес весной. Вычтем 30% его массы из первоначального веса. Теперь рассмотрим изменения за лето. 20% будем высчитывать от новой массы. Рассмотрим изменения в следующем периоде – осенью. Известно, что бегемотик похудел на 20%. Снова высчитываем изменения от новой массы. И, наконец, последнее изменение веса. Прибавил за зиму 30%. Произведя вычисления, мы получим вес 87,36 килограммов. На первый вопрос задачи мы уже можем ответить – за год бегемотик похудел. Чтобы ответить на второй вопрос, нужно сначала найти, на сколько килограммов похудел бегемотик. Теперь найдем, сколько процентов это составляет от первоначальной массы бегемотика. Получилось 12,64%. Запишем ответ. Итак, мы с вами рассмотрели занимательные задачи, при решении которых используются десятичные.